Добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале Ори Босс. С вами Татьяна Асачук и Наталья Камарская. Мы вам представляем сегодня новинки каталога номер 11. Каталог действует с 3 по 22 августа. Наташа, этот каталог номер 11 можно назвать уникальным, потому что на обложке каталога представлена принцесса Швеции Мадлен. Огромный плюс в пользу компании Арифлейм и мы этим очень гордимся. Но она здесь не просто так. Она представляет всемирный детский фонд, который помогает тем детям, которым не хватает немножко счастья, любви. Много разных проблем, особенно, конечно, материальных. И самое приятное, Наташа, в том, что компания Арифлейм является соучредителем этого детского фонда на протяжении уже 15 лет. И мы вместе с вами внесли большую лепту в развитие этого фонда и в помощь детям. Более, Наташа, 2 миллионов евро за это время в акции за 15 лет принесла компания Арифлейм в этот детский фонд. Нам есть чем гордиться. И на первой странице, Наташ, представлен новый аромат Тендерли Промис, который участвует в благотворительной акции в этом каталоге. Давай сначала расскажем об аромате, что мы, а потом расскажем об этой акции. Элегантный, стильный флакон. Да, у нас уже такая водичка Тендерли. Была. Да, розового цвета, приятный очень был аромат. Такой же флакон, только вот вода немножечко такого, чуть-чуть голубоватого цвета. Красивое сердце, да, то есть вода, которая согревает сердца. Красивая вот эта крышечка, да, как грани, как такая кустальная. Крустальная. Да, очень красивая сама. А принт такой, посмотри на сердце, как будто чернила, да, развились в разном так, и как художник, так такую капельку еще аромата нанес. Очень красивая. Ну, давай его протестируем, потому что аромат цветочный, я люблю такие ароматы. Аромат цветочный. Вот эта королевская белая лилия. Я тебе скажу, что очень благородный аромат, очень нежный, благородный, и самое важное, он не тяжелый. Я бы, знаешь, как назвала, вот он чистый. Чистый, абсолютно светлый, чистый, свежий аромат. Да, здесь действительно нотка белая лилия, королевская белая лилия. Еще здесь есть цветок персика и кашемировый мускус. Ну, я не сильно с кашемировым мускусом знакома. Но вот этот букет очень нежный, очень нежный, светлый. Прекрасная стоимость туалетной воды. Здесь у нас 50 миллилитров, 259 гривен. И сделана она у нас в Швеции. И каким образом вы сможете поучаствовать в благотворительной акции? Если вы приобретаете такую туалетную воду, то вы уже участвуете в этой акции и помогаете детям. Но эта акция создана не только для детей, но и для родителей. Потому что каждый из вас является чем-то ребенком, да, и ваши мамы всегда вас считают детьми, возможно, маленькими. Поэтому у вас есть уникальная возможность. Если вы приобретете такой аромат, поучаствуйте в акции, сфотографируйтесь с этим ароматом. Напишите, мамочка, я тебя благодарю или я тебя люблю. То есть передайте свою любовь маме, сфотографируйтесь вот с этим ароматом и с этой табличкой и разместите в соцсетях. Более подробная информация здесь есть у нас на страничках каталога, на странице номер 10. Ну, я считаю, что это очень приятная акция. Думаю, что можно сфотографироваться, еще маме подарить этот аромат. Кстати, просто без повода. Не надо ждать дня рождения или 8 марта. Просто подарите, сделайте такой приятный. Ну, это не только консультанты могут сфотографироваться. Наши дети могут нарисовать рисунок, да, сфотографироваться с этим парфюмом. Таня, еще очень такая интересная акция. В новая компания по приглашению «Счастливые дети. Счастливая ты». Где компания Reflame будет радовать нас и наших детей, если мы будем участвовать в такой акции, гаджетами для учебы. Милые аксессуары и плюс еще денежные вознаграждения. Я уже заинтригована. Я так понимаю, что это могут участвовать как консультанты и те, кто еще не успел приобрести дисконтную карту, оформить. Ну, вы знаете, где ее оформить. Если что, ссылочка будет под этим видео. Акции каталога просто великолепны. И давай перейдем к следующим акциям каталога. Следующий на страничке номер 4. Новый парфюм, новый парфюм для наших девчонок. Туалетная вода «Холодное сердце» и шампунь «Бальзам 2 в 1. Холодное сердце». Мы сегодня можем только поделиться своими впечатлениями. Это какие-то мультяшные герои. Мне уже, конечно, дети выросли. Я уже не сильно ориентируюсь, кто вот эти вот такие красивые девчонки. Но я хочу сказать, те милые барышни, которые смотрят мультфильмы, они очень падки на такие подарки. Им больше ничего не нужно, как подарить парфюм с любимыми изображениями их мультяшных героев. Тут еще шампунь «Бальзам 2 в 1» с формулой «Без слез», то есть прекрасная формула. Давай протестируем. Смотри, Таня, какой красивый флакон. Они, в принципе, у нас, да, вот им «Принцесса» была у нас. Флакончики все одинаковые, да. Пластиковые. Пластик, что ребенок не разобьет, не поранится. Она легкая и в сумочке, где угодно. То есть действительно классно. Давай мы вот. Ну, ощущение, да, если мы взрослый аромат наносим, то он идет как в спреев, да? Здесь вот прям как водичка такая, то есть оно абсолютно безопасно для здоровья вашего ребенка. То есть он содержит спирта и очень такой вкусный, какой-то фруктово-цветочный аромат. Ты знаешь, что я тебе могу сказать? Так должна пахнуть счастливая девочка. Счастливая и любимая. Поэтому, если вы любите своих детей, приобретайте. Просто хочется скушать. Вкусненькая такая. Коллекция, да? Здесь есть набор за 105 гривен. Здесь за 105 гривен набор. И можно купить туалетную воду за 89, а шампунь за 59. То есть за 105 гривен гораздо лучше. Ну, мы, Наташа, экономные, мы покупаем наборами. Следующий набор, который есть на страничке номер 7, это набор для мальчиков, Наташа. Называется Великий Человек-паук. У нас присутствует сегодня мыло. Мыло классного, яркого, синего цвета, как все костюмы Человека-паука. Слушай, Таня, смотри, как паутина. Да. Прямо как будто голова, я бы сказала, Человека-паука, если перевернуть вот так, посмотри. Это глаза его, видишь? А, да, глаза, нос, точно. А я, с этой стороны, посмотрела, как паутина. А так, действительно, как его голова. То есть можно по-разному. Понюхай, понюхай этот аромат. Клубничка, малинка. Какой-то фруктовый аромат. Очень вкусный. Такое мыло стоит 21,90. Еще в этой коллекции из пена для ванн. Облизывать не рекомендую. Три в одном, да? Если для девчонок два в одном, то мальчики им надо все в одном флаконе. И все в одном, это всегда. Они уже с рождения все в одном флаконе. И сделано это мыло в Польше. Ну, я думаю, что, кстати, туалетная водичка тоже сделана в Польше. Да, а пена для ванн стоит 59 гривен, точно так же, как и шампунь. Сына, набор шикарно. 65 гривен, весь набор. Порадуйте своих мальчишек. Так, что же у нас дальше? Мы продолжаем. Вообще, какие-то яркие буйства красок. Мне нравится. Август. Новые выходят зонтики. Похоже, нас готовят к сентябрю. Я так понимаю, уже начинают в августе. Вышли два новых зонта. Один детский зонт. Кстати, я не помню, давно, да, у нас были детские зонты? Вот детские. Давненько. Давненько не было. И детский зонт котята, чем уникален? Что он у нас в виде трости. Да, и многие дети, как мы знаем, любят ходить с зонтиком. Именно потому, что это зонт-трость. Они его покажут, они его раскроют. Даже не всегда, когда есть дождь, может, еще к солнцу подойдет. Вот, он 42,8 сантиметра длиной, высоту, да. То есть и для мальчика, и для девочки подойдет. Классный принт в виде разноцветных котят, желтый и зеленый. К сожалению, не можем показать, потому что не было на складе. И зонт для мамы, Наташа. Здесь идут уже не просто котята, здесь взрослые кошки. Он, конечно, больший размер. Он складывается в три сложения. Я люблю, например, больше зонты, которые складываются. Потому что, да, ходить с тростью. Дети любят с тростью. А взрослый все-таки бросил в сумочку. Дочь пошел, его достал. Меня очень порадовала цена. То есть каждый зонт стоит, вообще полная его цена, 330 гривен. Акция каталога. Размести заказ в каталоге номер 11 на сумму 210 гривен. И приобрети любой зонт за 129 гривен. Если вы делаете заказ на 420 гривен, вы можете приобрести сразу два зонта по уникальной цене за 129 гривен каждый. Берем, берем зонты. Так, следующая новинка на странице 26 и 27. Я так понимаю, что в этом каталоге максимальное внимание уделено нашим деткам, подросткам. Потому что август месяц. Совершенно верно. Лучше подготовьтесь к школе заранее. И мы предлагаем вам коллекцию, вернее даже не мы, а мы в рамках компании Арифлейм, предлагаем вам коллекцию Одноклассницы для девочек, в которой присутствует сумка, парные подвески Одноклассницы и пенал. Сегодня мы вам будем презентовать сумку, Наташа. Прекрасно, классно, яркий принт в звездах. Звезды белые, серые на розовом фоне. Вообще серый, да, с розовым как красиво совмещается. Таня, но обратим внимание, что такая сумка подойдет уже девушкам немножечко постарше. То есть, когда они уже не хотят носить ранец, они уже становятся взрослыми, им нужна сумка. Сейчас наши дети носят книг мало в школу, потому что сейчас многие пользуются планшетами. В эту сумку, да, подойдет, можно положить несколько тетрадей, можно положить там водичку, какую-то даже бутербродницу. Хотя рекомендация от компании для возраста 4-8 лет. То есть, это как раз первый, второй, даже можно еще в садик походить. Так, ну что мы здесь видим? Черная подкладка, все лаконично. Подкладка хорошо, ну если там что-то там разбилось, размазалось, какие-то фломастеры карандашиком, оно хорошо протереть тряпочкой, оно все это уйдет. На липучках, не на змейке это сумка. Замечательно. И вот здесь вот такой карман на липучке, наружный карман. Да, сюда можно хорошо положить. И одно большое отделение, в котором есть карманчики для мобильных, как обычно, и карманчик на змейке. Наташа, здесь есть дно. Да, здесь есть дно. Здесь есть дно, то есть сюда абсолютно А4 размер войдет, да. Ну, книжки абсолютно легко, пенал, как мы и говорили. По качеству, качество хорошее. Хорошее, ее можно будет хорошо постирать, ничего не отклеится. Потому что есть, когда изображение, какие-то наклейки, они потом стираются. Регулируемая ручка. Плотная. И заметь, она широкая, потому что узкие, оно передавливает плечо. Здесь специальная такая, видишь, прокладочка для плеча, чтобы ничего не передавливало, было мягенько, ничего не натирало. Мне понравилась эта сумочка. Ну, такую сумку можно носить не только в школу. Даже тогда, как ты сказала, что для детей от 4 до 8 лет ходят дети на какие-то кружки. На какие-то подготовительные курсы, когда им еще не нужен рюкзак. Сумка очень достойная. Она мне понравилась. И стоит такая сумка 359 гривен. Ну, мы сегодня не можем, к сожалению, показать вам парные подвески одноклассницы. Но, в принципе, вот эта вот классная. Но идея классная. Я в детстве мечтала, когда смотрела какие-то телевизоры, передачи, кино. Они были заграничные. Там были вот такие вот подвесочки. Что-то, что соединялось вместе. Это для влюбленных, для подружек очень классно. С одной стороны будет написано «Лучшая Беста», а с другой стороны «Фрэнс-подружка», да. То есть, ну, чтобы мы помнили. Ну, это прекрасный подарок на день рождения. Да, 99 гривен. И в этой коллекции есть пенал «Одноклассница», стоит 119 гривен. В принципе, у нас пеналы похожие. Пеналы классические, да. Они очень качественные и хватает надолго. Очень хорошо. Да, они хорошо моются. То есть, хватит ребенку надолго. Ну, давай перейдем к мальчику. Мальчиков тоже совсем не обидели. Рюкзак «Одноклассник» для мальчиков. То было для девочек. Мальчикам решили, что нужен не один рюкзак, а сразу два. Наташа. Да, если для девочек это была сумка, то для мальчиков рюкзак. Таня, обрати внимание, этот рюкзак, он очень легкий. Вот то, что тоже я хотела сказать про ту девичью сумку, что оно легкое, это большое преимущество. Смотри, там что, поролон какой-то, синтепон, да, там какая-то смягчающая прокладка, которая стоит, смотри, на дне. Впереди ее нету, но она есть на спине рюкзака, чтобы к спине примыкала мягкая часть. Вот, видишь, какие хорошие поролоновые, причем плотные. Вот это вот полоски, это должны быть как светоотражающие, они в темноте должны светиться. Вот эти вот полоски, регулируемая ручка. Вот это мне вообще нравится, синтетическая ткань с принтом автобусов, школьных автобусов. И очень хорошо она стирается и моется, классно. Наружный карманчик и такая красивая зеленая змейка. Заметь, что наружный карман объемный, да, в девичьей сумке он. Сюда можно положить бутылку с водой, где-то 0,5. Да. Она будет держаться. Пенал сюда можно ложить, это размел пенала точно сюда войдет, да. Даже мобильный телефон сюда можно положить. А змейка класс, такого салатового, яркого цвета. И здесь, да, две змейки. Давай посмотрим, что внутри. Одно отделение, голубая подкладка под цвет. Нет ни одного кармана, не знаю, это плюс или минус, но вот в рюкзаке просто больше ничего не нужно. Таня, вот этот рюкзак, он предназначен для детей от 4 до 8 лет. И я хочу тебе сказать, что сюда, в принципе, поместятся, ну, 3-4 книги, несколько тетрадей и все. Да. То есть это для маленьких мальчиков, которые там просто, может быть, ходят где-то на прогулку, еще не ходят в школу или на подготовитель. Подготовительно, в садик можно с собой положить какие-то вещи, в плане там футболочки дополнительные, какую-то игрушку сюда положить. Мне понравился, принт яркий, красивый. 399 гривен стоит такой рюкзак. И есть у нас еще второй рюкзак, мешок. Рюкзак-мешок. Мне очень нравится, главное, чтобы он был плотный, потому что рюкзаки-мешки, они рвутся очень часто на швах. Давай посмотрим, как сшит этот. Таня, я хочу тебе сказать, что очень здесь колрушая плотная ткань. Таня плотная, она как прорезиненная, да, как защита от воды. Скорее всего, он непромыкаемый, потому что такой прорезиненный идет она. Полиэстер для спортивной одежды. Это точно значит, нет проникновения. То есть, это не только можно носить его в школу, а всевозможные секции. Обычно, знаешь, как идут в школу, даже берут этот рюкзак, а сюда берут обувь для переодевания, кроссовки и спортивную форму. Вот это нужно туда положить бутербродик, яблочко еще закинуть. Я такой рюкзак беру однозначно. Я тоже. Потому что, когда ребенок идет на физкультуру, спортивная форма и плюс сюда еще поместятся даже кеды, кроссовки. Однозначно, потому что, когда они берут какие-то кулечки, они без конца рвутся. И вообще, это не модно ходить с теленочками. А вот с такой сумкой. Смотри, карманчик хороший, большой. Классно, ну давай его зажмем. Первый рюкзак понравился мне сильно. Его тоже можно, да, если рюкзак за спиной, а второй можно, допустим, через плечо. А можно и впереди даже одеть, через плечо он впереди. Ну, я тебе просто говорю, что даже когда у тебя всего сильно много, я даже вот так одеваю. Действительно, когда, ну, просто все руки сильно заняты. Ну, Таня, я не буду так ходить. Ой, кто его знает, как эти мальчики. Стоит такой рюкзак 239 гривен. Он со светом, вот это, Таня, светоотражающий. Светоотражающие все эти вот, чтобы на спине видели, что кто-то идет. И это очень важно, потому что вечером это проблема. Понравился мне этот рюкзак. Прекрасно. И тут опять пенал за 119 гривен. Такой же формы, мальчиковые расцветки, салатовая змеечка. И те же на голубом фоне автобусы. Мне нравится, Наташа. Посмотри, как на фотографиях красиво молодой человек смотрится с подобными рюкзаками. Пойдем дальше. Страница 28. Ну, наконец-то уже радует хотя бы чем-то нас. Все дети да дети. Для взрослых специально must-have августа месяца. Опять это модное слово. Модное слово must-have. И сумка оранжевого цвета. Модная сумка. Модная. Но она не такая прям вот оранжевая, аж противная. Она какой-то приятный цвет. Он спокойный оранжевый. Обрати внимание, в каталоге она больше даже как-то в морковно-коралловой. В морковно-коралловой. А здесь вот она? Чуть спокойнее. Рыжая. Рыжая. Красивый цвет оранжевый. Красивый. Качество я очень довольна. Еще раз повторюсь. Посмотри. Это кожзам. Понятно, да? Посмотри, насколько качественная обработка аксессуаров. Сразу видно, что контроль качества обеспечен. Золотые, смотри, какие интересные штучки с заклепками внутри. А здесь ощущение, что это под кожу. Видишь, так сделана уже ткань. Так это не подкладка. Это вот такая текстура. Текстура самой ткани. То есть здесь нет подкладки. Подкладки нет. Вообще во всех модных кожаных сумках подкладки нет. Или это хороший кожзам. Сейчас даже больше хорошего кожзама, чем реально кожаных изделий. Ты реально это смотришь, как будто это кожаная сумка без подкладки. И что это замшевая сторона. Да, так оно и есть. И здесь вот такой вот есть, смотри, карман. Видишь, какой есть? Я такие карманы, кстати, люблю. Он с подкладкой здесь. Тут сверху идет вот эта кожа. Большой карман. И больше здесь нет никаких карманов. То есть в этот можно положить даже кошелек большой поместится, да? Чтобы не искать его по сумке. Ну что, единственное, честно говоря, для меня один недостаток есть. Это узкие ручки. Это вот по-честному, потому что если положить сюда много, сюда можно положить. Там бутылку с водой, да, что-то еще. Будет передавливать плечо. Вот это, как по мне, это единственный минус этой сумки. Ну еще, эта сумка не имеет ни застежки, ни заклепки. Она не закрывается. Это модно сейчас, Наташа. Очень прям сильно. Все крутые, очень дорогущие сумки, которые стоят по 200-300 долларов, они вот именно выглядят, они даже еще идут больше в виде мешка. Никаких там нету, ни закрывашек, ничего. Поэтому мы соответствуем бренду. То есть сумку можно, да, и через плечо, или как, да, девушка там на руку повезти. Если ее на плечо, то она будет чуть ниже бедра. То есть она смотрится хорошо. Она элегантна. Элегантна, да, не грубо. Стоит такая сумка 569 гривен. Да, цены растут на аксессуары, что, соответственно, ну, заходишь в магазин, можно сравнивать, можно все, но могу сказать, что сумка качественная. Носить вы ее будете долго, если она вам приглянулась. Поэтому, ну, смотрите, экономить, не экономить, это ваше право. И в этой же коллекции, коллекция Эми, ремень. Ремень кожзам из коричневой искусственной кожи. Прекрасно он дополнен для следующей новинки, которую мы чуть позже презентуем вам. Как по мне, сделано тоже очень хорошо. Очень классно сделано. Качество аксессуаров, Таня, с каждым каталогом. Вот, и именно ремень за 119 гривен, я считаю, что это обалденно классная цена для подобного ремня. Элегантный, подойдет под юбку, под джинсы, под тунику, под все что угодно. Будет смотреться очень классно. Я вот такой себе возьму обязательно, потому что действительно сделано хорошо. Я думаю, что сделано это все. Да, как косичка, плетение. Размер его длина 105 сантиметров и ширина 1,6. Таня, а как вот, куда оно продевается? Да, продевается вот в эти. Продевается между косичек, вот так. Да. Вот так, и потом это все просовывается. Да, то есть здесь нет специально отверстий, в которые мы вставляем замочек. Его не нужно укорачивать, подойдет абсолютно под любой размер. Ну, конечно, если не больше там 140 килограмм, девушка будет. Ну, я имею в виду, здесь 105 сантиметров. Ага, 105, у кого? У кого 100 талия, вот в самый предел, да. Угу. Мне ремень очень понравился. Таня, вот у меня неоднозначное мнение насчет вот платья туника Эмми. Ну, давай ее посмотрим. Еще это не платье туника просто, это еще его называют платье кафтан. Значит, давай будем сразу разбирать, что касаемо ткани. Ткань мне понравилась. В каком плане? Она плотновата, она не тонкая совсем. Это полиэстер, приятный к телу. Хорошо, замечательно. Покрой ее тоже очень простенький. Это прямоугольник, сложенный пополам. Здесь, смотри, резиночка. На плечах. На плечах резиночка присборена, что-то такая вот, ну, немножко присборка была. Вырезана горловина, то есть, по сути, перевернули ткань пополам и прострочили. И просто обработали края верлаком. Таня, обрати внимание, здесь есть дырочки для того, чтобы сюда продеть вот этот поясок. Специальные дырочки, не просто дырочки. Специальные. Дырочки для поясочка. Причем пояс не тот, который мы сейчас рекламировали, а к нему идет. Поясок тоненький. Ну, с поясом, который мы прорекламировали, ну, оно будет, конечно, сильно красивее. Туника очень широкая. Давай, Наташа, мы ее посмотрим вот в таком виде, покажем, насколько она широкая. Как мы можем, видишь, по себе чуть потяни. То есть, мы, в принципе, с Наташей вдвоем можем влезть в тунику и сыграть тут двухголового дракона какого-то в этой тунике. Расцветочка, даже не знаю, что сказать, но это не леопард, коричневый, блин, как по мне, она темновата. Я люблю, на лето хочется поярчить цвета. Вот. Что ты, Наташа, скажешь? Ну, она темная. Я хочу тебе сказать, что я себе ее, я бы себе ее не купила. Вот, ну, потому что вообще стоимость 459 гривен она стоит, как по мне, немножко дороговато. Ну, а вы выбирайте сами. Большой плюс ее в том, что она большого размера, огромного, и скрасит полноту любой девушки, если она, ну, достаточно больших размеров. Вот, которые девушки постройней, поясочком прикрыли это все, да, завязали и сделали себе форму. Наталья, ну, вот на картинке девушка вот с этим ремнем модным, да, с сумкой, оно смотрится, ну, получше. Если просто одеть тунику, ну, непонятно, как бы с чем. Да. В дополнение тунику, если брать, то брать с сумкой и с ремнем. Обязательно, обязательно, Наташа. Ну, я могу сказать, что я не в восторге от этой новинки, лично для меня. Коллекция Эми, выбирайте, есть что выбрать, сумка очень понравилась. Следующая новинка, Наташа, вообще сумки, аксессуары, они пользуются спросом. Мы хотим им поменять каждый месяц, покупать что-то новое. Выходит коллекция, называется Бирюзовый тренд. Ну, это мне, конечно, нравится больше. Нравится больше. Ну, давай поговорим о ней чуть поподробнее. Значит, задняя сторона, как и сумка, так и косметичка, да, это косметичка, такой кошелек косметичка, она простая, ровная, без всяких там... Курзам, гладкая части. Гладкая и мягкая, то есть, вот если в предыдущей сумке она была плотнее, то здесь помягче, да. А здесь... Как плетение, да? Идет плетение, да. Красивая расцветка. Вот, Таня, у тебя что это? Это кошелек? Кошелек косметичка, вот такой идет момент. Смотри, о, кстати, посмотри, какая она классная. Наташа, посмотри, сколько в ней карманчиков. Здесь у вас войдет раз, два, три, четыре, пять отделений для визиток или для кредитных карточек. То есть, это очень удобно, брать с собой маленькую сумочку. Вот это удобно. Единственное, что помните, мы всегда показывали, что здесь есть наручку одевать, да, чтобы вы более надежно чувствовали. Здесь этого нет. Но здесь один есть большой карман, потом большое отделение и вот эти вот отделения для кредитных карточек. Кстати, не видела вот так вот, что вы делали. Вот эта идея мне нравится. Кошелек 169 гривен, цена хорошая для подобного кошелка. Змейка хорошая. Таня, будьте внимательны, он небольшой, поэтому он хорошо поместится вот в эту сумку. Да, он абсолютно прекрасно поместится. То есть, будет очень хорошо ее дополнять. Так, сумка, давай посмотрим, что с сумкой. Такое впечатление, что ее склеили две сумки, да, то есть с одним отделением, здесь две. Ручка, которая несъемная, она вот как вшита и вы с ней ничего не сделаете. Сумка состоит из двух отделений, как приклеены друг к другу. На змейке одно и второе отделение. И в первом отделении, что большой карманчик и отделение, да. И в следующем, он тоже карманчик-изменчик. И смотри, Таня, регулируется длина ручки. Можно ее носить, да, как через плечо, так же можно ее, ну, не знаю, там спрятать. Нет, она не спрячься, потому что она, нет, не стегивая. В вариантов убрать шлейку у вас не будет, то есть, это действительно носится как сумочка. То есть, ее, да, смотри, можно как через плечо, а еще вот так вот носить. Ну, как она выглядит красиво. Да, очень красиво все, как один. Выглядит красиво. Бирюзовый цвет в этом сезоне очень выигрышный, яркий, притягивает к себе взгляды, красиво. Стоимость такой сумки бирюзовый тренд 369 гривен. Хорошая новинка, молодежная и не только. В общем, можно выбирать. Вот, ну, а следующая страница и новинка коллекции Very Me, молодежной коллекции. Серьги, кафы, лола и набор браслетов, лола. Ну, скажем, как и все молодое, молодежное, да, оно должно ярко кричащее, что-то необычное. Вот, Наташа, смотри, я одела необычные серьги кафы. Таня, я тебе скажу, что ты ярко кричащая. Ярко кричащая. Как это вообще выглядит на ухе? На ухе это выглядит, да, вот сережка, такой небольшой гвоздик с кристаллом белого цвета. Здесь висят такие вот на цепочечке, висит 4 лепесточка. И затем идет такая небольшая, как не змейка, а вот цепочечка, да, с какими-то маленькими такими, как, краплениями. И идет, она цепляется за верхнюю часть уха. И там нет ни застежки, думаю, там застежка или что. Вот просто одевается, как полукольцо. То есть можно поджать, отжать прямо на ухе. Скажу, а на другом ухе просто видишься сережечка, гвоздик в виде с камушком. Значит, что могу сказать, оно на ушах не ощущается, абсолютно легкое, вот это прекрасно. Я вот машу голову, я не ощущаю, что мне тут что-то мешает и так далее. Вот у тебя ухо вот, потому что... Нет, вообще не передавливает никаких, даже вот смотри, видишь, я могу поднять это повыше, пониже, то есть могу регулировать это все. Я не знаю, как это смотрится со стороны. Да, ну смотрится так необычно, модняво. Модняво. То есть вот молодежь такой вот. Молодежи понравится. И вот я одела эти браслеты. Браслеты я тоже не поняла до конца. Вот смотри, на сережках вот эти вот листочки только золотом. Но они же там золотые, здесь они серебряные. Оно носится, видишь, как прям в наборе. То есть я одела все как на картинке. Как по мне, это два вообще несочетаемых браслета. Один золотой, посмотри, тоже со стразиками. Со стразиками вот такие стразы очень похожи на те гвоздики, которые у тебя в ушах. На малиновой веревочке. Куда эта малиновая веревочка, цвет что-то я не поняла. По-простому дети, подростки вот плетут всякие фенечки, да? Фенечки, шамбалы, да. Вот это очень похоже. Ну я не до конца поняла себе. Конечно, это брать не буду, потому что, ну, как-то... Ну попроси, чтобы тебя кто-то сплел, если тебе сильно... Ну вот прям вот так, мне не нравится ни сочетание-то вот. Но молодежь, я думаю, что она оценит. Потому что как раз, Наташа, может, то, что я не сильно понимаю, сочетание золота, малинового, еще белых камней, может, это то, что сейчас и модно, вот это перемешивание красок. Ну давай пойдем дальше. Стоимость таких сережек 99 гривен. И набор браслетов, еще не Наташа, 169 гривен стоит. Фенечки будут сплести дешевле? Серьги можно брать за 99. Серьги я подумаю еще сильно. Пошли дальше. Таня, на 80-й и 81-й странице два молодых человека. Я когда присмотрелась, поняла, что это один и тот же парень. Только с одной стороны он тренди-денди, а с другой секси-мачо. Таня, мне больше нравится секси-мачо. Секси-мачо. Чем же тебе нравится? Тебе картинка нравится или аромат? Что-то я не поняла. Мне понравился аромат. А мы не можем сегодня протестировать его. Но я потерла страничку. Ой, мне очень нравится, что у нас ароматизированные странички. Мы можем протестировать и уже подобрать. Мне понравились два. Поэтому у меня сын подросток, ему 19 лет. И я думаю, что я его в каком-нибудь празднику порадую этими ароматами. Мне очень понравился секси-мачо, действительно. Но вот этот тоже мне нравится. Тренди-денди. Посмотри, какой чудесный. И здесь акция. Ребята, цена вообще классная. Не надо выбирать первый или второй, мачо или денди или что. Возьмите два аромата со скидкой 50%. У вас получится 65 гривен за аромат. Таня, одно утро твой сын воспользуется вот этой тренди-денди. И будет вот такой вот. Такой тренди-денди. А другой секси-мачо. Второй раз будет такой секси-мачо. И ты будешь по виду уже сегодня определить, каким он ароматом сегодня воспользует. Да, да, да. Это классно. Слушай, хорошая идея. Балуйте своих подростков. А главное, что очень экономные. Да, Таня. Особенно мне нравится. Молодежь, подростки, они любят, чтобы у них все было в одно. Вот так они пшикаются. И все тело. И то есть его хватит надолго, да? У нас были подобные такие вот молодежные парфюмы. В виде дезодоранта, спрея. Класс. Идем дальше. Таня, на 84-й страничке это уже будут подарки для более взрослых секси-мачо. Так. Да, здесь санцезащитные очки Алекс. Давай, примерь. Вообще коллекция называется Алекс. Я не знаю, это какая-то зашифрованная коллекция, да? Ну, классическая оправа, вот авиатор, да? Вот мужчины... Ну, это не авиатор, прям, или авиатор. Ну, вот эта вот форма. Такое она все большая, потому что тебе такие как бы они... Да. Вот авиатор, значит, вот они вот так вот идут, вот прикрывают вот эту вот часть. Ага, ага, да, ну, в принципе, да, Наташа, в полет. Я тебе скажу, тебе очень хорошо. Не знаю, как твоему мужу, но тебе... Мужу моему тоже мне понравилось. Тебе чудесно. Ну, можно, в общем, положить одни в машину и носить... Да, если я, кстати, так и делаю. Если я свои очки вдруг запомню дома, у него на торпеде всегда лежат очки. Вот, и мне тоже всегда... Солнцезащитные очки 229 гривен 400, уф, то есть... Да, защита. Все, чем мы гордимся, об этом уже миллион раз говорили. Да, 229. Следующий вариант, это зонт Алекс. Мужчины любят, чтобы у них был свой собственный зонт. Они не любят пользоваться зонтиками с кошечками, цветочками, там, звездочками и какими-то девочками глупыми. Они используют свой зонт. Причем, смотри, Наташа, посмотри, какая ручка под кожу. Добротная, роскошная. Он слаживается прекрасно. Он подойдет по размеру, чтобы положить в его сумочку, барсетку. Даже это замечательно поместится. Сейчас мы посмотрим. Он не автоматический, он механический. Опс. Да, сейчас я переживаю, чтобы не сломать, зафиксировать его. Вот, он фиксируется. Наташа, ну мы как посидим так... Принт, треугольнички синие и бежевые, кофейные, бежевые. Ну, давай посмотрим, что тут. Механизм обычный, как все наши зонты, кто когда-то покупал. Я не скажу, что это супернадежно. И чтобы вы понимали, его стоимость 349 гривен. Ну, я, ну как, в сильный ветер, в сильный ветер, он может вывернуться. Ну, по-честному. Любой, Таня, зонт. Любой зонт может вывернуться, да. Я ношу несколько лет. Несколько лет. Я же говорю, смело пару лет вы можете... Это не одноразовый зонт, это точно. Ну, Таня, если учитывать, что мужчины, они чаще всего ездят на машине, а им нужен зонт только, чтобы там... То есть им зонт нужно положить в машину и сделать ему приятно. И не надо говорить только там про дождь и так далее. Это внимание вашему любимому мужчине. Маленький подарок, очки, зонтик. Или, например, чехол для пластиковых карт, Наташа. Новинка... А, зонт стоит 349 гривен, уже сказала. А вот эта новинка меня просто потрясла. Даже не знаю, как я приду в сознание после этой новинки. Не знаю, как жить буду дальше. Что, Наташа, ты скажешь про эту новинку? Пока я складываю зонт и вхожу, вхожу. Это чехол для пластиковых карт. Ну, это рассчитано больше на несколько карточек. Но меня что сразу... Ну, расстроило бы он говорить, а? Ну, вот это как-то непонятно. Выглядит он нехорошо, я скажу сразу. То есть он идет из плотной ткани, как мешковина. Здесь понаружу идут два карманчика для пластиковых карт. Можно еще вот здесь. С этой стороны тоже две пластиковые карты. Внутри вот это для чеков. Резинки. Вот обычные резинки черного цвета. Они пристрочены. Для удобного хранения чеков и квитанции эти нужны резинки, Наташа. Таня, я тебе хочу сказать. Бесполезная вещь. Вот. Ну, функционал его какой-то есть. Но его вид, с одной стороны, легкость. То есть, конечно, мы сейчас найдем во всем что-то хорошее. Да, и карточки можно положить. Но серьезный мужчина вряд ли. В общем, если вы хотите порадовать мужчину, поделите ему очки и зонтик. И зонтик. А об этом подумайте. Об этих приятных мелочах подумайте позже. Стоимость такой чудо-чехла для пластиковых карт Алик стоит 119 гривен. Пойдем дальше. Таня, на 95-й страничке у нас появляются две новинки. Витаминный уход для восстановления и роста ногтей. И ухаживающий лак, который содержит гексок наук. Я помню, что это бестселлер серия The One, в котором это полупрофессиональные продукты, очень высочайшего качества. И кто хотя бы один раз попробовал что-то из коллекции The One, они могут судить об этом продукте. И вот эта коллекция пополняется. Таня, мне очень нравятся лаки из коллекции The One. Я пользуюсь ими с удовольствием. Мне нравятся вот эти роскошные кисточки, текстуры, формулы, быстро сохнет. Это класс. Что хочу сказать по поводу вот этих наших двух новинок. В каталоге есть буквально совет. Как сделать ногтевой спа у себя в доме. Ну, конечно же, распарить ногти, сделать себе маникюр. И плюс, следующим этапом у вас будет нанести вот этот ухаживающий лак. Он будет как основа. Что он делает? Он укрепляет ногти, предотвращает отраслаивание и наполняет ногти. Вот дает им жизненную силу. То есть перед лаком. Перед лаком. Это основа для лака. Если ваши ногти слабые, ломкие, им не хватает энергии, витаминов, то есть здесь есть вот это второе розовое, да, такое средство. Это витаминный уход. Вы в течение дня, дважды, утрем и вечером можете наносить вот это средство и втирать его в кутикулу. То есть вы можете пользоваться лаком дальше, да. Можете делать себе маникюр, делать покрытие и просто втирать в кутикулу. Но ваши ногти будут выглядеть, ну, более сильными. Я в свое время очень сильно использовала эти средства. И результат всегда был классный. Укрепление вообще в ногтей, это одна из важных тем, которая очень часто девушкам необходима. Я хочу сказать, Тань, что не все получают результат по одной причине. Они считают, что 2-3 раза втерли, да, нанесли это средство и все. Хватят результаты мгновенные, чтобы вы получили хороший результат. Но как минимум месяц должен пройти, чтобы вы наносили вот этот витаминный уход. И плюс вот это как раз покрытие перед нанесением лака. То есть его тоже необходимо наносить всегда, перед тем, как вы собираетесь накрасить. Стоимость подобных продуктов 89 гривен. Прекрасно. Это экономные средства, хватает их надолго. Поэтому стоимость оправдана абсолютно. И, конечно, высокая очень качество. Тань, еще здесь, смотри, появляется новинка. Кусачки для кутикулы. Вот, классная вещь. Да, у нас все время кусачки были лишь в некоторых маникюрных наборах. И то они были не такие. Было акционное, у меня такое есть, красиво я им пользуюсь. Мне очень нравятся там кусачки. Как раз вот на... И отдельно из тех же 89 гривен вы можете всю коллекцию себе купить. Хорошо. Что у нас дальше, Наташа? А дальше нас ждет улучшенный бестселлер, которого все клиенты ждали с нетерпением. На странице 131 у нас появляется, возвращается набор для коррекции бровей. Если у вас его еще не было, я сразу говорю, просто приобретите и начните им пользоваться. Вы потом не сможете без него вообще жить дальше. Да, Наташа? Да, я пользуюсь им каждый день. Это классное средство. Сюда входят три компонента этого набора. Первый и второй это тени. Разных цветов тени для бровей. Темно-коричневый это для брюнеток. И светло-коричневый для блондинок. И сюда входит обязательно восковая текстура, фиксатор для бровей после того, как вы нанесли свет. Здесь еще уникальные кисточки, которые в отдельном выдвигающемся таком ящичке, да, который очень легко выдвигается. И они со специально скошенным срезом. Что позволяет вам абсолютно уникально, красиво, по брови сформировать такую вот бровь, как вам нужно. Такую изогнутую, красивую, профессиональную бровь. Просто возьмите. 129 гривен. Великолепная цена для этого продукта. Я всегда беру не один и даже не два. Намного больше. Потому что все клиенты у меня его используют. Я его обожаю. И вам того советую. А на страничке? На 133 страничке у нас появляются очень красивые, яркие, неоновые помады из коллекции The Van. Я бы сказала, буйство просто какое-то. Смотришь на эти цвета и хочется все. Малиновые, коралловые, такие, яркие, такие, красивые. И здесь есть совет Иона Саврамеля, это официальный визажист, да, и глобальный. Мне нравится его тоже, глобальный, креативный директор. Ну вот если креативит, так креативит. Креативит, это точно. И у нас представлена сегодня одна помада. Да, я не знаю, Наташа, неоновая, она будет, наверное, как-то переливаться. Или это неоновая, имеется в виду, что настолько яркие цвета, что они уже сами по себе излучают вот эту яркость краски. Посмотри, у нас представлен цвет коралла. 322,45. Вот, посмотри, какой это цвет. Я, можно еще попробую на твою руку нанести? Потому что цвет кожи красный, его наносят, да, обычно? Да, наносят. Давай попробуем на пальчик. Мы наносим, и смотри, как у нас они отличаются. Она такая по текстуре, Таня, очень приятная. Ой, ну это же наши 5 в 1. Коллекция Зыван, насыщенный цвет увлажнения, ощущение комфортно, полуматовое покрытие. И вот, Таня, смотри, стойкие пигменты. То есть, когда пользуясь такой помадой, то есть у нас цвет на губах будет надолго. Да, будет стойкость. Но судя по картинке, классно вообще. Мы еще на губы не успели. Мы только получили эти помаду, мы еще не успели ее оценить. Испробовать. Так. По качеству. Ну, мне нравится, Наташа. Вообще серия Зыван очень высококачественная. Цвета здесь. Единственное, что хочу вам отметить, что цвета, вот мы пробовали наносить, не совпадают с оттенком, который присутствует в каталоге. Это принт, и вы должны это понимать. Сделайте фокус на пробнике. Хотя я тебе скажу, что я, допустим, всегда беру, и мне все равно нравятся цвета. Но если вы очень привередливы в подборе оттенка, приобретите пробник, либо его закажите у консультанта. То есть обязательно испробуйте его. Акция мне нравится, приобретая две помады, каждая будет стоить по 77 гривен. А так цена в каталоге 89. Если вы сомневаетесь, какую вам помаду выбрать, не сомневайтесь, приобретайте сразу две. Я уже шесть себе выбрала, вот ты говоришь, две. Тут не знаешь, как остановиться. Но пошли дальше, чтобы еще восемь не выбрать. Ну что, пошли дальше, уже и каталог. Закончился каталог. Но у нас всегда на самой последней странице каталога выгоднейшее предложение каталога номер 11. Бестселлер. Наши карандаши для губ The One и для глаз The One. Это стойкие карандаши с очень классным пигментом, очень ярким, и они действительно стойкие. По уникальной цене 33 гривны 90 копеек для вас и для нас. Поэтому, если вы себе приобрели помаду, выбрали себе помаду, вот эту неоновую, обязательно обратите внимание на последней страничке. Вы найдете себе тот карандаш, который будет идеально подходить к вашей помаде. Да, очень мне не нравится. Такие же красивые оттенки. Очень мне не нравится. Вы подберете свой цвет, свой оттенок. Посмотри, с блестками карандаши, без блесток, матовые, очень красивые контуры. Но вот такой был каталог номер 11. 12 август месяц. Мне очень понравилось. И мне нравится. Мне понравилось, что мы можем порадовать и своих деток, мы можем поучаствовать и в благотворительной акции. Мы можем там сфотографироваться, поучаствовать в акции. Порадовать родителей, да. И вообще поделиться. Знаете, я предлагаю вам присоединиться к компании Арифлейм, если вы еще не с нами до конца. Да, и порадовать себя, воплотить свои мечты в компании Арифлейм и сделать добро для других. Это очень хорошая, благородная цель. Да, под нашим видео вы найдете ссылку, если вы захотите присоединиться к нам, в нашу команду. А новинки у нас на сегодня закончились. Мы рады будем радовать вас в следующих наших видео. Пишите комментарии под наши видео, задавайте вопросы. Мы стараемся всегда вовремя на них отвечать. Если где-то ответили немножко не вовремя, помните, что мы вообще живем в Одессе. Да. Мы немножко отдыхаем еще. Это лето. Поэтому не обижайтесь. Мы рады все равно с вами общаться. И очень хотим поблагодарить вас, что вы очень искренние, что вы очень добрые, лояльные. И всегда нам подсказываете то, что нам можно еще больше улучшить. Ставьте лайки под наши видео. И до встречи на канале Ори Босс. Пока.